А теперь обо всем по порядку. За последние пять лет экспорт казахстанской муки вырос больше, чем в два раза. В 2018-м он достиг почти полутора миллионов тонн. В основном продукция идет в Афганистан, но здесь отечественные производители столкнулись с конкурентами из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Они предлагают более выгодные условия и развивают перерабатывающий сектор. Только вот сырье используют наше, казахстанское. Из-за этого один из крупнейших мукомольных комбинатов области оказался на грани банкротства. Эту проблему обсудили на региональном совете по экспорту. Какое решение видят, расскажет Айгири Мукашева. Свыше ста стран мира и тысячи товаров. Казахстан сейчас большое внимание уделяет экспорту, в частности сельхозпродукции. В планах за пять лет увеличить его объем в два с половиной раза. Пользуются спросом на мировом рынке продукция машиностроения, пищевой и химической промышленности. Но чтобы товары казахстанских марок были известны, нашим бизнесменам нужно помогать. Налаживать контакты, искать надежных партнеров и, конечно, рекламировать отечественные бренды. Выставки, презентации, дегустации. Внешнеторговая палата Казахстана ежегодно оплачивает участие 50 предприятий в международных выставках. Есть и другие меры поддержки. Внешнеторговая палата Казахстана формирует группы экспортеров и предоставляет переговорную площадку за рубежом. Мы осуществляем поиск потенциальных покупателей, предоставляем трансфер, проживание и перевод. Ежегодно мы проводим 15 торговых миссий. В диверсификации посевных площадей наш регион лидер во всем Казахстане. Зерновые мы заменяем масличными и бобовыми. Так выгоднее. В экономике должен действовать похожий принцип. Поставлять нужно не сырье, а готовую продукцию. К диверсификации экономики стремится и наш регион. До 15-20% у нас именно обрабатывающего промышленности рост. А основное продукты питания, то что является переработка продукции сельского хозяйства. Мы можем похвастаться рядом компаний и рядом продукции, которые мы конечно поставляем не только внутри страны, но и зарубежные компании. К примеру, наша продукция биопетейшн, блютен у нас поставляется даже в Соединенные Штаты. Сейчас в нашей области 70 производителей отправляют продукцию за рубеж. В основном в Россию, Китай и страны Средней Азии. А для тех, кто производит, но пока только для Казахстана, есть финансовая поддержка от Банка развития, благодаря которым маслодел и молпродукт выходят на мировой рынок на выгодных условиях. Вы тратите, мы возмещаем. По такому принципу отечественным производителям помогает Казахстанский центр индустрии и экспорта. Наши бизнесмены, кстати, в числе самых активных. Меры поддержки привлекли 8 местных предприятий. Это четвертое место по стране. Возмещаем затраты на продвижение товаров, то есть это реклама, это участие в выставке, это регистрация торговых знаков, это возмещение затрат аренды площадей, складов, представителей за рубежом. И основное, наверное, это возмещение затрат за транспортировку товаров. На сегодня мы предоставляем возмещение затрат только от пункта А до границы республики Казахстан. Но сейчас мы прорабатываем вопрос о внесении изменений в правила. Я думаю, что в ближайшее время мы сможем возмещать затраты от пункта А до пункта Б. Местные предприниматели задавали вопросы, озвучивали проблемы. К примеру, Тимирязевский мукомольный комбинат распустил работников и находится на грани банкротства. Дело в том, что продукцию они, как и большинство мукомолов страны, поставляют в Афганистан. Но столкнулись с конкурентами из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, которые закупают зерно в нашей стране. А бюджет тратят на развитие мукомолья. Так экспорт казахстанской пшеницы растет, а вот мукомолы теряют рынки сбыта. Идет устойчивый процесс инвестиций афганского бизнеса в развитие мельничных мощностей в Узбекистане, что неминуемо приведет к замене казахстанской муки на афганском рынке. Мы уже создали торговый дом в Афганистане, который будет содействовать нашим экспортерам муки. Четыре предприятия с нами выехали в июне. Они все заключили контракты, либо прорабатывают контракты. И проработаны альтернативные маршруты, которые в полтора и иногда в два раза дешевле узбекского, это через Туркменистан. Заместитель председателя правления внешнеторговой палаты Казахстана обещал разобраться в этой ситуации и оказать содействие. К слову, за последние пять лет экспорт казахстанской муки вырос больше, чем в два раза. В 2018-м он достиг почти полутора миллионов тонн. Востемтерка.